Всем привет! У нас косметика и информация о конкретных двух продуктах косметических. Я обычно такой формат не снимаю. Если вы мой постоянный зритель про косметику, напишите, интересно такое или нет. Я хочу детально сегодня дать ревью прям о средствах двух новых, которые у меня есть. Потому что на русском языке мало отзывов, мало информации. Я перед покупкой собирала информацию из американского англоязычного ютуба. И я, честно скажу, разочарование я получила. Скажем так, я не до конца довольна этим средством. Поэтому на русском языке мне хотелось взять какую-то обширную информацию про это средство. Если у вас будет возможность его приобрести, чтобы вы, скажем так, делали это, исходя из информации, например, наткнувшись на мое видео. Прекрасный вот такой консилер от Наташи Дитноны. Он у нас называется High Glam Concealer. И тональное средство от Huda Beauty Easy Blur. Начнем с тонального крема, затем перейдем к консилеру. Мой запрос. Мне нужен был тональный крем с хорошим кроющим эффектом, скажем, с full coverage. Средство, с которыми я сравниваю, которое я люблю. Конечно же, это Estee Lauder Double Wear, который у меня заканчивается. Для чего мне это нужно средство? Для съемки видео, как правило, не на повседневку. В повседневке я пользуюсь BB Air Borean. Плотное, хорошо кроющие покрытие для съемки, по сути, для видео. И если будет еще это носибельно в повседневной жизни, то будет классно. Потому что Estee Lauder, он плотноватый, жирноватый. Он держится, конечно, но такую плотную тональную основу в повседневной жизни я не люблю носить. Мне что-то про BB и консилер был проще, да. И почему я обратила внимание? Потому что, первое, это новинка. Второе, full coverage. Хорошее плотное покрытие должно быть, да, много пигмента. Вроде бы с задачами и не делает пирога, да. То есть, видите, даже какой флакончик, что это очень жидкое средство. И я подумала, вау, такая же находка. Не утяжеляет кожу. Классно все кроет, скрывает какие-то там изъяны, например, неровности кожи. Это же blur effect. Что нам заявляет вообще производитель? Я, кстати, сразу скажу, что товары и продукты худо я люблю. Не все, но очень многие. И ее консилер, мой самый любимый, это Full HD, да, или какой он там у нее консилер, для жирной кожи. Что у нас здесь? Изъя blur. Я сразу скажу, что это средство, эта линейка выпущена вместе с затиркой для пор. То есть, в тандеме она рекламирует, это представляет с базой под макияж. Я скажу сразу, та база, я ее сводчила в Sephora, покупала в Sephora, не стала покупать, потому что Pore Fashion от Benefit старая, помните, база, она знаменитая была лет 7 назад, точно один в один та же самая история. Силиконовая затирка, которая попадает тебе в поры и делает твою кожу идеально гладкой. Именно на вот этом ощущении, структуре она и выравнивает твою кожу, чтобы не было ямок, изъянов каких-то именно по структуре, по прикосновению. Плюс она еще очень, это галимый силикон, с ней хорошо сцепляется тональная основа, держится лучше, с другой стороны забивает поры, об этом тоже не забываем. Итак, у меня здесь оттенок Shortbread 200B, на зиму это оттенок, он довольно-таки на лето будет светлый, но сразу отмечу, именно в Sephora Стамбульской, онлайн у них много оттенков, мало что распродано, все в стоке есть, как правило. Выбрать довольно-таки онлайн трудно, я выбрала этот оттенок только оффлайн, намазав себе на руку и со второго раза. Очень темная линейка, вот от 200B и дальше это все более коричневое, темное, там проводить до черного оттенка, там очень большая линейка для темнокожих. Поэтому для светленьких выбрать это либо что-то желтое будет, либо у них еще очень хорошие светлые оттенки от 200 и низ. То есть, условно, здесь по-хорошему, если вам это средство подойдет, надо покупать очень светлые и темные, вместе их вам мешать, тогда вы подберете свой какой-то оттенок. Сейчас, кстати, он у меня, если что, на лице, но такое себе, это более-менее все линейки, что мне подошло. Если на зиму, то окей, а если на лето, то это будет светловатым, но сразу забегая вперед, скажу вторую баночку, я его покупать не собираюсь, возможно, буду использовать Adjester, я вообще надеюсь его до лето даже расходовать, не знаю, каким образом, тут его очень много. Здесь у нас 30 миллилитров и написано Natural Airbrush Foundation, то полтора процента нацинамидов в комфортном блюрящем эффекте, типа, это нацинамиды это создают. Что скажу, что это отвратительный запах именно вот этих нацинамидов. Я вообще ни одного тонального средства с таким ароматом еще не встречала. Я тонко отношусь к парфюмам, я очень люблю парфюмерию, и для меня запах это, ну, условно настроение на твой день, какое-то ощущение, запахи формируют мое настроение. Вам пьющий в нос, немножко с кислинкой аромат, он не протух, он новый, они все так пахнут, я это поняла еще при тестировании в магазине, но я не обратила на это большое внимание, сразу выдело, давайте так сделаем, не обратила большого внимания, я подумала, что вокруг что-то ароматизированное в магазине, и как бы не придала этому значения. Что здесь? Вот видите, тональный крем, его надо шейки трясти, он очень-очень жидкий, как вода, в нем вообще нет какой-то липкости, это просто вода, очень пигментированная, хорошо что-то перекрывающее. Без основы вот этой базы, с которой они его выпустили и рекламируют силиконовая затирка для пор, это отвратительное средство. Оно попадает в поры, подчеркивает, тем самым подчеркивает поры, проседает в них, и все любой кратер, любой рельеф вашей кожи, он подчеркивает, потому что у него высокая пигментация. Чтобы не подчеркивать изъяны кожи и поры, у вас должна быть силиконовая подложка и база под это тональное средство, которое сгладит, и уже на ровную гладкую идеальную кожу это будет хорошо закрывать. То есть мне кажется, это для без пор, скажем так, максимально, это не блерит ничего, это наоборот подчеркивает изъяны. Это должно быть средство на молодой упругой кожи, у которой очень, скажем так, закрытые, сжатые, неявные поры, ничего этого нет. Да, очень хорошая, он хорошо очень кроет, очень хорошая пигментация, но она уходит в ваши поры, получается, у тебя лицо как будто бы залипает он в крапинку белую. Это еще значит, что надо нам, получается, дать ему высохнуть и второй слой наносить, тогда это уже что-то дофига получается, оно будет все ерзать, не будет стабилизироваться, держаться на лице. Второе, подчеркивает шелушение изъяны кожи, то есть опять же про структуру, он хорошо кроет цветовую коррекцию, делает там, если у вас купероз, например, но подчеркивает сухость кожи. Если у вас это огромная проблема, вся сухость будет видна. То есть я считаю, что средство своему блер-эффекту, заявленному в рекламе, не соответствует вообще. Изъяны подчеркивает, залетает, залипает туда в эти изъяны, сухость также подчеркивает, потому что жидкая структура. Ну а что, собственно, это было логично. Я, в принципе, когда приобретала, я думала, что такое и что-то будет. Это не было неожиданностью. Через 5-6 часов, даже с пудрой, когда вы лазит у вас севом кожный жир сала, ты просто прикасаешься. Это нельзя убрать матирующими салфетками, допудрить, например, и продолжить свой путь. Макияж не доживет. Матирующие салфеткой или, там, не знаю, лицу пальцами притронетесь или еще чем-то, севом сходит вместе с тональным кремом. Кожа становится голой. Только вот на этой-то зоне, вот у меня в частности. Когда я его носила 7 часов, то есть вот здесь на периферии лица, особенно где я делала пол лица, например, с базой этой матирующей Pore Fashion от Benefit, половины нет. Все держится, в принципе, одинаково. Да, где нет базы, изъяны раньше становятся видны, больше проваливается. Но пудра хорошо держит. Короче, это носибильно. Но к этому прикоснуться нельзя. И через 6-7 часов, когда я что-то говорила, прикасалась к подбородку, и где больше сега у меня именно на лбу, на этом треугольнике, этой третьей лица у меня было, там тонально просто не стало. Там были просто голая кожа. Все, твой естественный пигмент. Хотя вот здесь все держится, все в порядке. Я могу сказать, что, смотрите, это очень странное средство. Для жирной не очень съезжает. Со временем убегает с лица, если ты притрагиваешься. Для сухой подчеркивает сухость. Это очень маленький процент людей, которые могут комфортно пользоваться этим тональным кремом. То есть ни сухости, ни жирности. У тебя какая-то комбинированная нормальная кожа должна быть. Без кратеров, без спор. Идеально. Тогда, простите, для такой кожи тональный крем и тонирование и не нужно вообще. Можно же без него, у тебя же идеальная кожа получается. То есть такая ненужная, беспомощная фигня, я бы сказала. Также не с некоторыми пудрами. Вот бейкинг-пудра от Худу Бьюти хорошо с ним дружит. Она фиксирует, держит. Я вам показывала пудру, которую я недовольна, выбеливающая от Клей Депо. Она его вообще снимает. Она его вообще не фиксирует. Она и не должна там, по сути, фиксировать. Она такая, чисто там, для скрашивания, легкого мотирования. Но они вообще не дружат. Отца кисточкой с пудрой уходит тональный крем. Это просто жесть. Я давала время усеться тональному на лице. Нет, он не начинает прилипать, куда-то впитываться. Ощущение, что он лежит на коже, на поверхности. И в течение дня вот пудры ты прибил. И поэтому, когда ты трогаешь пальчиком, я вам сказала, на подбородке, на лбу, он съезжает. Да потому что он не зафиксировался даже на базе матовой. Он просто так сверху и лежит. Что ему не хватается? Очень предельно просто. Этому тональному крему не хватает плотности. Проблема в его жидкости. И это его, вроде бы, плюс он легкий, а на самом деле это минус. Он не фиксируется. Плотные кремообразные текстуры, не водянистые, как этот, а тот же Estee Lauder, своей плотностью, некой вязкостью, закрывает сам без базы поры, прилипает и держится на коже. Этот не держится. Он скатывается. В летний, в жаркий период я вообще не представляю, что с ним будет. Когда я поеду в отпуск, в такой климат, не дожидаясь турецкого лета, я обязательно его с собой возьму. Я попробую в этом климате. Я уверена на 150%, что за 5 минут течет в декольте. Он так-то не держится при нормальной сухой погоде. При влажном климате или жаре он вообще держится. Ну, это жесть, короче. Так что я это пользую, и я этим абсолютно недовольна. Я не буду покупать затирку для порых, которую они с ней предлагают, с этим тональным средством. Я не хочу танцевать с бубном рядом с ним, чтобы он там где-то держался, куда-то прилип и все вот это прочее. Еще купите худеную пудру, чтобы это все зафиксировать и так далее. Идея классная. Реклама хорошая, не рабочая история, на мой личный взгляд. У кого хорошая кожа, без сухости и без явных пор, вам это может понравиться. Я, может быть, со временем когда-то, там, через полгода о нем вспомню, вам дам в каком-то видео комментарий о качестве этого средства. Может быть, я его как-то смогу приручить и так далее. Но что-то я в этом, естественно говоря, сомневаюсь. Скорее всего, нет, чем дам. У кого он есть, кто тестил, пробовал, часы какие-то на коже своей носил, расскажите мне, как вам ощущения, довольны ли вы. Сразу скажу, что два раза в сифоре мне не дали почувствовать неких изъянов. На руке сразу присвоить, что он кажется очень кроющим, идеальным вот этим жидким, прилипчивым таким, стойким. То же самое, все, что заявлено в рекламе. Но на лице, здесь явно не жирная кожа, да, на лице прикомбинированной или склонной к жирности кожи абсолютно нет. Все эти качества теряются. И второе, тоже из разряда тональных средств, это прекрасный консилер от Наташи Деноне. Это, конечно, хит, high glam консилер. Очень многим он полюбился, блогерам. И тоже отзывы есть, но они какие-то не открытые, не распространенные. Сейчас я немножко хочу уделить ему времени. У меня оттенок R2. Я выбирала оттенок на сайте Наташи Деноне. Можно или в YouTube. На ее YouTube-канале есть видео по подборке оттенка. Я угадала идеально. И если я его буду повторять, то я его приобрету уже в оттенке R4. Следующий идет потемнее. Потому что это оттенок для меня на зиму без солнца. В летний период, ну когда экстра, тоже у нас будем, не забываем, я живу в Стамбуле с климатом, такое постоянно солнце. То есть это хороший, может быть, и на лето оттенок для девочек, живущих там в Европе, в России и так далее, где мало солнца, например. То есть климат немножко другой. Короче, оттенок я выбрала идеально. Это вообще, наверное, самое лучшее и легкое вообще, что можно было сделать по подбору тональных средств, каких-то оттенков онлайне. Это на супер видео реально работа. Еще упаковка. Это акриловая упаковка. Это не стекло. Лаконичное, приятное. Здесь у нас прорезиненная крышка. Детали вот это какое-то, знаете, более розовое золото. Идеальное даже внутри. У него ничего никуда не течет, не капает, не мажется вокруг. Идеальный вообще. Очень хороший аппликатор в виде сердечка. Им очень удобно подлаживать под глаза, замазывать какие-то синячки. Коррекцию точечно делать. Я не только вот так плоской этой поверхностью наношу, но и точечно, например, куда-то на изъян какой-то вот этим острым кончиком. Короче, это очень-очень продуманно, эргономично, качественно выполнено супер. Ну и цена у него, знаете, не низкая. А теперь про свойства и качества. Мне очень-очень понравилось. Это тот консилер, который будет в моей косметичке на каждый день. И из немногих консилеров, которые я готова повторить. Эталон для меня по стойкости для жирной кожи. Я сейчас говорю про комбинированную, жирную, все вот это под глазами. И когда есть морщинки мелкие. По этим критериям характеристику даю. Мой идеал это от Huda Beauty. Прилипающего, стойкого, фиксирующего консилера я еще не нашла. Он сам, он даже лучше, чем Shape Tape. Он суховат. Даже для жирной кожи Huda Beauty суховат. Поэтому я искала какую-то альтернативу. Это очень хорошая альтернатива. Он более такой смузи, да. Он такой же плотный. Очень пигментированный. Не так быстро прилипает. Застывает под глазами. Есть возможность его растушевать. И граница, он практически уйдет вообще. Его очень легко втушевать в границе всего лица. Поэтому я его использую с вот этим от Huda Tanakom. Потому что это не очень хорошо держится и поры подчеркивает или там какие-то изъяны. И вот с этим консилером в дуэте, потому что очень кровящий, хороший, он доделывал всю эту работу. На вот этой Т-зоне где-то что-то укрепить, подмазать и так далее. В общем, он такой классный. Очень стойкий. Много-много часов. Не скатывается. Если бы пудрой зафиксировать, скатываться сильно не будет. Но скажу минусы. И это я сразу поняла. И это мне очень... Это единственный минус, который меня огорчил из этого средства. Это меня очень расстроило. Я увидела морщины, которых я не знала, что они у меня существуют под глазами. Прикиньте. Не сразу, спустя какое-то время, когда он впадает в морщинки, он их начинает подчеркивать. И неважно, сухая у тебя кожа или жирная, или еще какая-то. Обычно у всех, в принципе, более-менее сухая, либо нормальная, а не жирная под глазами. Вы не поверите. Я просто подойдя к зеркалу, не при всем освещении, но при прямых лучах я увидела морщинки, которых я даже с консилером от Худы не видела раньше. Что они вообще есть, что их наличие... Он туда попадает, отслаивается, полоски получаются, подчеркивается тем самым, текстура. И так как он очень фиксирующий, такой как будто у него, знаете, ощущение потом пудровости есть. Я нанесла, он жидкий, осел, сцепился с кожей или с тональным средством. И потом он как будто сам припудренный такой, да. А вот это ощущение винила какого-то, оно сохраняется очень-очень долго в течение дня. Но при этом, если у тебя там морщинки, где он был нанесен, оно подчеркнет вот эта пудровость в нем, подчеркнет эти морщины. Соответственно, это очень крутой, стойкий, хороший консилер, не сухой по своей текстуре, да, когда он носит, не сушит кожу. Для молодого века, и вообще он очень хорошо подойдет вот сюда, где есть синяки, вот эта супер перекрывалка, такая не сухая для вот этой зоны. Но где у вас вот здесь морщинки мелкие, если мы туда его доводим, подчеркнет, скорее всего, вы офигеете от того, что у вас этого, даже вы не видели, что оно у вас есть. Может быть, есть вариант подобрать какую-то специальную хорошую пудру под глаза туда, но я думаю, что это не спасет ситуацию. Через 5-6 часов это все будет все равно видно на поверхности. Консилер стойкий, классный, для молодой кожи, где нет каких-то изъян и морщин, хорошо перекрывает, держится. Легко можно по ее видео обучающему на расстоянии, скажем так, онлайн без затеста выбрать его оттенок. Хорошее, достойное средство, может быть, куплю еще раз. У меня три есть самых любимых консилера, из которых я вот на данный момент фавориты. Все равно по стойкости на первом месте это Huda Beauty. Второе место это я отдам Наташи Динону. И третье место это старый консилер от Clorans. Его какое-то время, пару лет не было вообще на рынке, и они перевыпускали, ничего у них не вышло. Это получился полный отстой. Но они вернули в производство даже в той же бутылочке, в том же формате, как он был раньше. Такой с пипеткой жидкий консилер от Clorans. Я его хочу повторить, он у меня был очень-очень много лет назад, 2 или 3 раза. Вот он тоже идеально классный. Он жидкий, хорошо пигментированный. Раньше был, но вроде бы они формулу по отзывам, я поняла, не меняли, все вернули, как было раньше. И вот это три моих фаворита по стойкости, по пигментации и по более-менее подчеркиванию чего-либо там, морщинок и всего прочего. Сразу скажу, что все эти три средства рассчитаны на жирную кожу, комбинированную, склонную к жирности. Если у вас кожа сухая, эти консилеры подчеркнут сухость вашей кожи, скорее всего. А вот из всех трех, вот этот бы для сухой я более-менее как-то порекомендовала, да. Он может быть нормальным, потому что у него есть в составе вот эта некая жирность, если так можно выразиться, но в хорошем смысле. Если плотность, вот эта жирность, понимаете, тональный консилер от Clorans и от Huda, они просто как вода жидкие, тем и очень высокая пигментация. Поэтому они хорошо сцепляются, хорошо кроют и очень-очень долго держатся, их даже трудно смыть, только чистить. Я пенкой смыть не могу, только ватным диском с мицеллярной водой, но я не пользуюсь, ну каким-то средством для очищения макияжа. Вот этот держится меньше, но из-за того, что он такой смузи, да, такой вот плотненько-жирненький, но вот со временем подчеркивает эти морщинки. Но очень достойное средство, и мне нравится сам процесс использования его. Он очень люксовый, красивый, приятный. Одно удовольствие, что вам сказать, приятно взять в руки. Не все люксовые продукты выглядят так шикарно, достойно, упаковка просто бомба. Ну да, даже будем говорить о самой упаковке красивой, которая изначально, коробочек, в который он мне приехал. Вот такие ревью и отзывы, так что очень советую этот консилер. А вот этот тональный крем от Худы не советую или не всем, только для молодой кожи, без проблем и без изъян. Кому нужно перекрыть на упругой напитанной коже какие-то акне, постакне, вся история, с этим справиться. Но поры это все до свидос, просто он подчеркнет, просто кратеры на лице будут. Спорный продукт и отвратительный вот этот аромат ницинамидами, я его ощущаю в течение всего дня. Если вы чутки к ароматам, имейте это в виду. Такое себе средство. Вот на данный момент, как бы его закончить, думаю, повторно покупать, конечно же, не буду. Спасибо за ваши отзывы, комментарии. Если будут комментарии под видео много, то есть какой-то, знаете, вот этот фидбэк от вас, это очень приятно. Скоро будет новое видео о покупках декоративной и уходовой косметики, моих последних приобретениях. Так что до встречи в следующем видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok